Это она королева нашей семьи была и сразу же меня отвезли в больницу ну и там как бы мне удалили правый глаз Садитесь а 5 числа утром когда мы сидели чай попили там новости поставили тогда только мы узнали там он пошел на работу я ему говорю сына не ходи туда что там делать ушел вот так вот когда я пришел на работу я увидел то что все ворота все закрыто на работе никого нету раз уж сегодня нет работы я схожу и посмотрю по крайней мере посмотрю что там происходит возможно это как бы начало что-то чего-то нового и как бы хорошего и вот когда я достиг перекрестка Курмангаза-Фурманова я как раз увидел группа людей они раскачивали светофор ну ломали его ну почти чтобы он упал на землю они его раскачивали среди них как бы опять же это я уже потом как бы обратил на это внимание был человек в военной форме и они раскачивали этот светофор и я как бы подбежал к ним и вот только хотел сказать что вы делаете и в этот момент я увидел белую вспышку перед глазами к сожалению начало этого года 2002 года у нас трагедия в семье но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу применяет оружие в отношении граждан правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения 7 января дети старший сын старшую дочь вдвоем вышли в прилегающий магазин так как они были закрыты закрыты дети поехали уже на машине в поиске магазина купить первые необходимые продукты это хлеб молоко там ма еще маленький ребенок памперсы закупиться выехали в город и в поиске магазина когда уже возвращались с магазина на пересечении сад паева жиль таксан со стороны акимата начали машину обстреливать взорвем был старший сын должен ему 18 лет было в тот момент дочь жанель в тот момент 15 лет тоже впереди было средний сын беги слом 7 лет сзади а и кольким 4 готика на заднем сиденье сидели весь обстрел было целенаправленно более 20 пулевые отверстия в машине перед перед лобовое стекло целенаправленно машину двигать лобовое стекло когда ребенок 18 лет нет такого никогда не видел от страха разворот назад ну передняя дверь пассажирские где моя дочь сидела 15 жанель 7 пулевое хранение получила задней дверь пассажирские правая сторона как раз там была младшая дочь ай курки и машина когда вот развернулась назад от уходила и вдобавок еще сзади стреляли машину просто уничтожали никакой угрозы не было машине были только дети на самом деле оказывается я пролежал в коме три дня этого 5 6 7 проснулся я 8 на тот момент мой левый глаз еще видел я видел на очень темном фоне черный силуэт ну когда вот медсестры подходили я лежал вот так и когда медсестры подходили врач подходил черный силуэт он вот так двигался туда обратно вот так я в первую очередь спросил что с глазами но сказал то что левый глаз нормальном состоянии правы надо будет смотреть окулист медсестра меня пыталась кормить кашей но после вот контузии травмы головы меня подташнивало и я больше десяти ложек каши не смог съесть потом я лег и задремал проснулся я от удара в живот прикладом я проснулся меня сразу схватили за шкирку как бы подняли дергали материли и говорили чтобы я как бы встал ну и пошел с ними я как бы в недоумении в спешке пытался найти свои тапочки в этот момент медсестра встревожилась и сказала то что он не видит ничего не дергайте его и помогла мне одеть тапочки меня вели с двух сторон один держал меня в подмышке 3 сзади автоматом меня вел потому что я чувствовал на затылке холодный металл они убедились в том что я не вижу это когда я чуть не полетел как бы лицом с лестницы меня прислонили лбом какому-то столбу и завязали руки за спиной марлей я так понял у них закончились наручники и даже хомуты потом нас как не знаю как скотину грузили в автозак нас привезли опять же выволокили из машины скотину и вот когда меня выволокили вы выволакивали из автозака я потерял тапочки и когда они разговаривали я услышал то что они говорили вот смотри у него типа перед лицом взорвалась граната скорее всего он был в первых рядах и в этот момент я понял то что если я сейчас что-нибудь как бы не предприму то меня будут очень сильно сейчас бить и в этот момент я как бы обратился к ним и сказал типа мужики ну это все конечно говорю на казахском языке я сказал 4 синдер не воли сандер до синдер катались и снг я им сказал мужики чтобы вы не думали вы ошибаетесь и я начал говорить то что я вам сейчас рассказывал то что я вот встал утром увидел по телевизору там поймал такси и так далее вот это все ему начал когда говорить он не приказанным тоном сказал чтобы я встал на четвереньки я подчинился встал на четвереньки и он мне сказал чтобы я как бы начал ходить на четвереньках и он меня водил по коридору туда-сюда когда он хотел чтобы я повернул в какую-то сторону он бил дубинка меня по голове он заходил подходил каждому и спрашивал где у тебя болит если говорили рука он бил по руке если говорили нога он бил по ноге подходил он и ко мне вот как вы видите у меня вот этот глаз из-за того что пуля попала вот в переносицу вот с этой стороны когда нейрохирург делала операцию зашивал он сильно затянул мышцу из-за этого у меня деформирована область глаза и как видите вот видите я закрыл глаз но этот глаз до конца не закрывается и этот глаз был в таком же состоянии и он подходил и докапывался до этого он говорил и у тебя же видит глаз вон он же открытый сколько ты человек убил вот так вот ко мне подходил и докапывался до меня ну и естественно как бы не обходилась без ударов дубинкой в этот момент пухаев приезжал год амата он посещал больницу бсмп где были ранены до военные полицейские дали но к моим детям не подошел даже не узнал как они я с ними лично там встречался я ему говорю в чем дети виноваты мои дети пострадали мальчу дочь это бы вы не переживайте и я вас вызову прийти уже 11 месяцев прошло не только его и не его подчиненных никого не видел несколько раз был астана в аппарат президента ездил письма отправлял официально письма отсюда отправлял от ответа не было ездил туда встречу дать о себе знать что такой человек есть я приехал письма стоит то только дядя полицейские руки свинтили отправили домой все что происходит у нас казахстане у меня был только страх этот страх до сих пор продолжается сопровожайся до сегодня сегодня когда я последний раз свой ребенка обнял я просто пообещал я все равно добьюсь правды рано или поздно я все равно добьюсь правды моя цель достигнута и я скажу тогда когда всех абсолютно всех кто дал приказ и кто выполнял этот приказ когда они все ответят тогда я скажу казам я добился правды за многих людей много людей которые до айбай там ему код тебе квартиру дали тебе там компенсировали и деньгами что тебе что ты не успокоишься какие деньги могут быть компенсировать жизнь ребенка ну жизнь ребенка нет они оценивать в миллион тенге все миллион тенге это в долларах примерно до двенадцать тысяч долларов 12-13 долларов оказывает жизнь человека здесь сколько стоит оценивать у нас в казахстане вечером 19 меня забрали утром 20 меня повезли в баню я помылся и сразу же меня отвезли больницу ну и там как бы мне удалили правый глаз мы подавали из дважды приходили брали показания и все на этом дальше дело было прекращено люди которые даже пытали людей есть видеофиксация и эти люди даже пошли на повышение которые вы пытали сейчас войны средства управления занимается выяснилось что автомат нашелся с которого стреляли все кто там был например да там 90 человек и именно мою маша машина моего ребенка и моих детей стреляли там четыре пять человек они говорят да мы стреляли эту машину мы стреляли но у нас был приказ но их почему-то как подозреваемых по крайней мере до сансу на арест не дали они до сих пор работает служат своими делами занимаются да ну конечно будет неправда если скажу что не пожалел я пожалел но как бы уже ушедшего не воротишь поэтому не воротишь поэтому как бы смысла сожалеть тоже как бы я не вижу что было то было но было сожаление да я подумал лучше бы я как бы остался на работе на самом деле я так понимаю это было не случайно то что я там оказался тут дело справедливости я так понимаю то что большинство людей которые вышли вот на эти митинги до изначально это было как бы причина была в экономическом аспекте но почему она перешла именно на политическую тему из экономической дело в том то что в нашей стране нету справедливости ни в одной сфере не в сфере политики не бюрократии не в силовых структурах не в уголовном не не в образовании не в медицине нигде нету справедливость либо ты должен кого-то знать либо ты должен дать на лапу ну и это в принципе как бы проблема всех стран постсоветского союза пока этот власть сидит данный момент который есть у нас в казахстане это тоже самое токаев президент который сам себя избрал или выбрал как она правильно выражается не знаю ну сам себя это ты ходи не ходи все равно тебе про за тебя уже галочку поставят это в практике уже много лет идет она у у нас нету нового казахстана а то название она название что-то флажок в правую руки где что ты в левые руки держишь это же что же самое то что было раньше то что сейчас происходит то же самое что самое а то что и и и и и и и и и Она была в казахском национальном платье. Она в садике выступала в этом платье. Эту фотографию они нарисовали там. Она очень прекрасна. Но я и моя супруга, просто мы свои слезы не сдержали. Они сказали, давай детей отведем в школу, в садик, и вернемся. Но когда вернулись, они уже когда закрашивали, у нас разрывало внутри. Субтитры делал DimaTorzok Неприятные. Лишь бы государство, все правоохранительные органы и все остальные. Лишь бы мою семью не трогали. Лишь бы детей не трогали. А со мной что хотят, пусть то и делают. Хоть мне расстрел дадут, я этого не боюсь. Мне уже терять нечего. Я до последнего дыхания буду воевать с ним. Я буду биться до конца жизни. Субтитры делал DimaTorzok